После торжественного парада тысячи человек продолжили гуляние в Парке Победы. Одновременно сразу на двух сценах шли праздничные концерты. Работали фонтаны, а в тени аллеи расположились выставки рисунков и декоративно-прикладного творчества. Работали элитные кафе с мороженым и прохладительными напитками. Изо всех уголков парка доносился запах шашлыка. Стройным многоголосием гостей праздника встречал Академический народный хор ветеранов Белгорода под руководством Ларисы Дегтяревой. В хоре поют 50 ветеранов. Вместе они уже 30 лет. И всегда любимым репертуаром были и остаются песни военных лет. Мы военные песни с особым воодушевлением поем, потому что в этих песнях наши отцы, наши деды. И мы поем для них. Поэтому здорово у нас они получаются. Начиная от «Катюши», кончаясь с «Муглянской» и «Амурскими волнами» и песнями о Белгороде. Не подпевать этому хору было невозможно. В полный голос горожане исполнили знаменитую «Катюшу». Для детей в тени деревьев устроили конкурс рисунков на асфальте. Цветными мелками подрастающее поколение рисовало яркое солнце, синее небо, слова дедушка и бабушка. И, конечно же, главное поздравление – с Днем Победы. Самым маленьким помогали их родители. Пришли поздравить ветеранов. Даня пришел порисовать, да? Что-то хотел нарисовать. Хотел нарисовать, наверное. Солнышко, да? Ясное небо над нашей головой, да? Давайте разводим машину. А какую машину? Военную? Военную. В парке развернули сразу три поста с полевой кашей. У каждого свою порцию ожидали десятки жителей. Солдатская каша – блюдо особенное. Солдатская каша – это не просто угощение, а ритуал, который повторяется из года в год. Такую точно не приготовить дома. А почувствовать вкус фронтовой каши можно только по военным праздникам. Она как фронтовая, естественно. Спасибо, что есть. Особенно вкусно у нее? Мы еще не попробовали, не успели. Конечно, ритуал – это правда, но комдитет. Они хотят попробовать солдатскую кашу. Как солдатская каша? Очень вкусная. И традиция, и любовь к солдатам, и мир и дружба, и всем, чтобы была сегодня прекрасная погода, чтобы люди отдыхали, веселились. Все, с праздничком вас! Дарья Маслова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.